Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня речь пойдёт о том, как запустить простой бизнес и при этом не потратить большого количества денег. Рассмотрим варианты запуска товарного бизнеса, мини-производства и поговорим о предоставлении актуальных услуг. Все эти идеи не требуют колоссальных познаний в бизнесе и отчасти требуют лишь целеустремлённости от предпринимателя и небольшого стартового капитала. Так что смотри видео до конца и не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. А если ты хочешь знать, сколько я зарабатываю, куда инвестирую и какие бизнес-идеи считаю актуальными, то переходи в мой телеграм по ссылке в описании, там все подробности. А теперь давай перейдём к прибыльным бизнес-проектам. Продажи вместительных дорожных чемоданов. Если тебе хоть один раз приходилось собираться на самолёт или в дальние путешествия, то ты понимаешь, что без чемодана в этом деле не обойтись. Это возможность взять с собой всё необходимое и гарантировать его сохранность. Именно поэтому на протяжении многих десятилетий дорожные чемоданы являются одним из самых продаваемых товаров на планете. Но если начать искать такую продукцию на отечественном рынке, то по цене от 70 долларов можно будет найти только лишь изделия очень низкого качества, которые после первого перелёта будут непригодными для эксплуатации. В Китае за 50 долларов можно найти высококачественный чемодан из прочного пластика, который будет служить годами. Такие аналоги на рынке есть, их цена переваливает за отметку в 150 долларов. Поэтому продавать такой товар ты сможешь с хорошей наценкой. Реализовать чемоданы лучше всего через интернет и социальные сети. Здесь всегда можно найти потенциального покупателя. И если грамотно подойти к продвижению товара, то можно выйти на прибыль в 350-500 долларов. Производство миндального молока Ты наверняка слышал о новинках всех кафе и ресторанов. Кофе с миндальным молоком. Это действительно уникальный продукт, который дарит невероятное наслаждение от своего вкуса. Суть заключается в том, что миндальное молоко обладает не просто непревзойдённым вкусом и ароматом, но очень полезно и ценится во всём мире. Тем не менее, купить такое молоко на рынке довольно сложно, немногие производители занимаются его отжимом. Таким предпринимателем можешь стать ты, занять свободную нишу на рынке и начать зарабатывать большие деньги. Обрати своё внимание на то, что миндальное масло производить довольно просто. Даже небольшого домашнего цеха для этих целей будет вполне достаточно. Ресурсы доступны, и ты сможешь приобретать орехи в любых количествах. Они довольно дорогие, но и цена готового продукта будет очень высокой. Чтобы производить выжимку и создавать нужное молоко для торговли, нужен пресс. Стоимость такого оборудования в Китае около 1200 долларов. Но с его помощью ты с первых месяцев сможешь зарабатывать от 800 долларов чистой прибыли. Продажи стильных оправ для очков. Когда приходит время надевать очки с линзами для решения проблем со зрением, возникает два вопроса. Какие линзы купить и какой оправе отдать предпочтение? С линзами всё понятно, врачи дают определённые параметры. А в магазине оптики подбирают нужный вариант. Здесь уже можно выбрать только производители линз, которых не так уж и много. Но вот с оправами намного больше вопросов. Ассортимент огромный, а цена на такой продукт чрезвычайно высока. Оправа может быть более дорогой, нежели сами линзы. А всё потому, что у неё стильная форма. Ты можешь помочь людям в решении данной проблемы, продавая стильные оправы для очков. Заказывать сами изделия ты будешь в Китае. При оптовом заказе их цена может достигать значения в 1-1,5 доллара. Это чрезвычайно низкая цена за качественный продукт, который будет пользоваться определённым спросом на рынке. На отечественном рынке цена оправы возрастёт до 10 долларов, что говорит о существенной прибыли. Если сотрудничать с магазинами оптики, то можно будет выйти на прибыль в более чем 400 долларов ежемесячно. Производство мягкого натурального мороженого с фруктами. Мороженое является одним из самых известных и востребованных продуктов на рынке. Его любят все практически без исключения, начиная от детей и заканчивая взрослыми предпринимателями. Мороженое довольно простое в приготовлении, но купить сегодня натуральный, безопасный и действительно вкусный продукт становится всё сложнее и сложнее. Если ты установишь свою точку по продаже мягкого натурального мороженого с фруктами в торговом центре, то можешь зарабатывать огромные деньги даже в зимний период. Готовить мороженое довольно легко, необходимо использовать натуральные ингредиенты и качественный вафельный рожок. Чтобы автоматизировать процесс, можно купить оборудование из Китая. Его цена около 1200 долларов. Это специальная установка для производства мягкого мороженого и наполнения им стаканчика. Разработай собственную рецептуру настоящего пломбира, он будет основой. После того, как мороженое уже находится в рожке, можно добавлять кусочки натуральных фруктов. Это не просто придаст мороженому отличный вкус, но и подчеркнёт его натуральность, привлечёт внимание потенциального покупателя. Торговля профессиональными мультиметрами. Если речь идёт о профессиональном измерительном оборудовании, то на отечественном рынке его либо невозможно найти, либо цена слишком завышена. Есть огромное количество доступных по цене аналогов, но профессионал их использовать не будет, ведь это снижает качество выполненной работы. И именно поэтому, если речь заходит о покупке измерительного мультиметра, то профессионалам приходится обращать внимание на зарубежные торговые площадки. Но что делать, если инструмент нужен сегодня, а купить его на местном рынке нельзя? Обращаться к тебе, ведь у тебя профессиональный инструмент всегда будет в наличии. Стоимость профессионального мультиметра в Китае около 26 долларов, но если приобретать товар оптом, то цену можно значительно снизить. В результате ты сможешь делать довольно большую наценку и создавать отличные условия для заработка. Продавать такое оборудование можно по цене порядка 70 долларов, а значит прибыльность в бизнесе будет существенной. Ежемесячная прибыль составит около 450 долларов, если грамотно продвигать товар через интернет и рекламировать его на местном рынке. Услуги ультразвуковой чистки лица Ультразвуковая чистка лица является чрезвычайно востребованной процедурой на рынке, на которую обращает внимание каждая девушка или женщина. Это реальная возможность сделать свой образ непревзойдённым, не прибегая при этом к болезненным процедурам. Чтобы зарабатывать в этой сфере, необходимо просто использовать качественное оборудование, которое выполняет свою работу. Ультразвуковое оборудование можно приобрести в Китае, а кабинет по предоставлению подобных услуг открыть даже внутри большого торгового центра. Стоимость специальной установки около 1100 долларов, но с продавцом можно договориться о скидке и экономить деньги. Ещё около 500 долларов нужно будет потратить на приобретение мебели для рабочего места. Также потребуются косметологические средства, которые на первое время будут идти в комплекте с оборудованием. В результате появится интересный для потенциальных клиентов кабинет, в котором будет работать твой сотрудник или ты сам. Стоимость одной процедуры около 15 долларов, а в день ты сможешь обслуживать несколько человек. Продажа компактных бытовых швейных машин Швейная машина нужна практически в каждом доме. Она позволяет качественно просто и быстро восстановить одежду до нормального состояния. Но если начать искать подходящий вариант на отечественном рынке, то будут попадаться только лишь большие и многофункциональные машины. Для большинства бытовых пользователей они не нужны. Им просто невыгодно тратить 150 долларов на швейную машину, которую придётся использовать несколько раз в месяц, а то и реже. Поэтому твоя идея по организации торгового бизнеса таким оборудованием может быть вполне оправданной. В Китае можно найти небольшие швейные машины по цене около 40 долларов. Это небольшая цена за оборудование, которое позволяет выполнять ремонт одежды любого уровня сложности. На отечественном рынке ты сможешь без проблем повысить цену до 70 долларов и найти потенциального покупателя. Продавать такое оборудование можно через интернет. Здесь проще всего можно будет организовать эффективную рекламную кампанию. В результате ежемесячная прибыль составит около 350-450 долларов. Производство палочек для суши. Ты наверняка не задумывался над тем, где берутся палочки для суши в различных заведениях. Это одноразовый продукт, который после распаковки и употребления одной порции суши может быть попросту выброшен в урну. Это говорит о том, что где-то есть крупное производство, которое создаёт палочки, и никогда не останавливает свои мощности, выходя на невероятную прибыль. Но не нужно думать о том, что ты не сможешь занять данную нишу, ведь конкуренции здесь практически нет, и ты сможешь легко договориться с местными кафе и ресторанами о партнёрстве. Чтобы производить палочки, нужно использовать стандартные деревообрабатывающие станки. Также необходимо будет купить оборудование для упаковки, его цена в Китае около 1000 долларов. Для того, чтобы товар хорошо продавался, необходимо сделать его уникальным. Возможно, потребуется разработать уникальную форму палочек, но можно наносить логотип заведения под заказ клиента. В результате ты сможешь не просто обслуживать местный рынок, ты сможешь выйти на прибыль в более чем 1000 долларов ежемесячно. Продажа оригинального набора пивных стаканов Пиво является одним из самых распространённых, вкусных и востребованных алкогольных напитков на планете. Неудивительно, что вокруг его употребления появляется всё больше и больше традиций. Огромное количество внимания профессионалы отдают Таре, ведь от бокала зависит много. Но для простого человека важно не то, как пенится пиво в бокале, а то, как выглядит процедура употребления напитка. В Китае есть специальный набор пивных бокалов для вечеринки, который окрасит любой вечер. Это 4 бокала, которые вместе создают иллюзию одного большого 2-литрового бокала пива. Выглядит всё это эффектно и очень оригинально, поэтому продать набор будет не очень сложно. Стоимость такого набора бокалов в Китае около 2,5 долларов, но если приобретать товары оптом, то цену можно будет снизить до 2, а то и ниже. Стоимость такого набора на отечественном рынке уже может достигать значения в 10 долларов. Найти покупателя на такую цену будет довольно просто. Реализовать товар можно через интернет. Здесь максимально близко находится твой потенциальный покупатель. В результате можно рассчитывать на ежемесячную прибыль в 300-500 долларов. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!